Сегодня институт гражданской безопасности принимает гостей в новом капитально отремонтированном помещении. Помимо просторных аудиторий, журналистам и представителям городской администрации с гордостью демонстрируют внушительную материально-техническую базу. Приборы радиационной и химической разведки, медицинские устройства и препараты, которые используются в сложных полевых условиях. Особые уважения вызывают реалистичные манекены. Стоимость каждого около 100 тысяч рублей. На манекене мы видим представленные средства защиты органов дыхания с панорамной маской, противогазфильтрующей. И в том числе вот этот костюм называется, который сверху, это ОЗК, общевойсковой защитный костюм. Костюм химической защиты. Плащ, чулки. Также выполнена экспозиция с табельными средствами оказания первой помощи. Спасатель получает задание, в соответствии с заданием выбирает табельное средство для оказания помощи и, собственно, выполняет манипуляцию. Таких специализированных центров в России всего девять. Здесь квалифицированно и наглядно учат спасать тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Прочем фиксировать и начинаем потихонечку мотать. Винтик тоже надо правильно держать. Как вы видите, он должен разворачиваться. Мы начинаем винтовать. В качестве учебно-методического центра учреждение открылось еще в 2012 году. Статус института удалось получить лишь в 2017. Ежегодно здесь обучают специалистов по гражданской обороне для различных организаций. Да и вообще за квалифицированной консультацией может прийти любой желающий. Хочется отметить, что в 2020 году мы на старых помещениях практически около двух тысяч слушателей обучили. В этом году мы планируем гораздо больше обучить. В числе прочих необходимым навыкам здесь обучают и матросов-спасатели. В прошлом году они оказали помощь на воде десяткам челябинцев. Как отметил во время визита Александр Астахов, в 2021 таких специалистов понадобится больше. Вместо трех в Вежнуральской столице откроются шесть муниципальных пляжей. И все их, разумеется, оборудуют постами, где будут дежурить выпускники Института гражданской безопасности. Инна Левошина, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1.